Портной Маруф 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 И со мной рассчитаешься. Спасибо, друг Али. Я согласен. И хотя прежде никогда не торговал, но я буду учиться. Может, и заработаю себе на жизнь. Маруф был очень добрым человеком. Щедрой рукой он начал раздавать деньги и товары из лавки всем нищим, просившим у него милостыню. В первый же день он раздал беднякам и сиротам города все, что было в его лавке. На следующий день купец дал Маруфу товаров еще на тысячу золотых и сказал... Эй, Маруф, теперь подумай перед тем, как что-то делать. Если так и дальше пойдет, то что же ты сможешь заработать себе? К тому же ты в конец разоришь и меня. Но Маруф не смог остаться равнодушным к мольбам нищих и опять раздал весь товар из лавки тем, кто приходил к нему с протянутой рукой. Слава о щедром Маруфе донеслась до ушей хатанского падишаха. Велел он позвать его во дворец. К приходу портного правитель приказал приготовить разнообразные кушанья, расстелить дорогой до стархан и уставить его всевозможными явствами. Когда Маруф отведал всего понемногу, досото наелся, напился, шах стал расспрашивать его. Скажи мне, милый гость, из какого города ты приехал? Какая у тебя профессия? И чем сейчас занимаешься? О, великий падишах! Я известный торговец и очень богат. Сам я прибыл из Самарканда. Вы же знаете, что для успешной торговли приходится много путешествовать. Так я и оказался здесь по своим делам. Желая его испытать, государь снял с пальца драгоценный перстень и спросил, что за камень вставлен в него и какова его цена? Маруф взял кольцо, попробовал его на зуб и камень сломался. О, мой падишах! Что это за перстень? Он не годится никуда. А что касается цены, то он стоит не больше тысячи золотых. Вот у меня есть камни, настоящие бриллианты чистой воды, а цена им сто тысяч золотых каждый. А перстень действительно был куплен за тысячу золотых. Шах сразу поверил, что Маруф – купец и стал думать, как бы забрать в руки драгоценные камни стоимостью в сто тысяч золотых каждый. Посоветовавшись с визирями, он решил выдать замуж за этого купца единственную свою дочь Джаханору и таким путем завладеть драгоценностями. Визири пришли к Маруфу и передали ему желание царя. Портной испугался, что правитель, узнав, кто он на самом деле, прикажет казнить его. О, повелитель, я согласен, но мои верблюды с товарами и драгоценностями еще в пути. А что, если нам подождать и устроить свадьбу после прибытия каравана в Хатан? Но визири и падишах настаивали на своем и в конце концов добились его согласия и устроили пышную свадьбу, на которой пировали сорок дней и сорок ночей. Маруф прожил вместе Джаханору три месяца. Хотел он рассказать правду, но купец Али, которому юноша вернул все деньги, запретил ему это делать и пригрозил, что в таком случае расскажет падишаху, что Маруф не богатый купец, а простой портной. Тем временем государь каждый день спрашивал про бриллианты стоимостью сто тысяч каждый. В конце концов портной сделал вид, что беспокоится о своем караване и товарах и сказал жене «Моя принцесса, схожу я и узнаю, где мой караван и когда придет. По моим подсчетам он давно уже должен быть здесь. Надеюсь на него, не напали разбойники, однако путь полон опасностей, и если я не вернусь, помолитесь за меня». Сначала жена не хотела его отпускать, потому что очень волновалась, но настойчивость Маруфа вынудили ее смириться с решением мужа. Таким образом, портной решил избежать верной гибели и покинул и покинул город. Долго он шел и очень устал. Его начал мучить голод. Подойдя к одному из крестьян, пахавших землю у дороги, Маруф попросил у него лепешку и кислого молока. «Эх, сынок, мой сынок, мой дом вон там на холме, ты посмотри за моими быками, а я схожу домой и принесу тебе лепешку и кислого молока». Крестьянин пошел домой, а портной немного отдохнул и решил помочь бедняку пахать землю. Погнал Маруф быков, а сам следом пошел. Неожиданно он заметил, что плуг уперся во что-то твердое. Как не старался Маруф, но не мог сдвинуться с места. Он толкал изо всех сил, пыхтел, кряхтел, погоняя быков, но все бесполезно. «Вот наказание-то! Какой я несчастный! Придет крестьянин, что я ему теперь скажу!» Опечаленной неудачей стал он вытаскивать зубцы плуга из борозды, но не смог. Оказывается, плуг уперся в мраморный камень и не двигался. Маруф начал копать землю руками, чтобы вытащить камень. Наконец, он еле-еле приподнял его и отодвинул в сторону. Смотрит, под камнем темная дыра, а вниз спускается мраморная лестница. Решил Маруф испытать свое счастье, зажмурил глаза и спустился вниз по лестнице. Ощутил он под ногами землю, и открыл глаза. Смотрит, а вокруг светло, как днем. Удивился портной. Ах, что за чудо такое? Нет здесь ни ламп, ни свечей. Откуда столько света? Ах, да тут повсюду на сводах пещеры висят крупные алмазы. Они-то сверкают так ярко. Маруф пошел вперед и насчитал сорок комнат. Все двери были сделаны из красного дерева, а перед входом в каждую комнату висели красивые шелковые занавесы. Вошел портной в одну из комнат, а там рядами стоят сундуки и ключ от каждого сундука торчит в замочной скважине. Открыл он один сундук. Ах, вот это да! А сундуки-то полны золотом, жемчугом, рубинами и прочими драгоценностями. Нужно заглянуть и в соседние комнаты. Ходил Маруф по подземелью, ходил и зашел в последнюю комнату, которая была убрана богаче всех других. Но в ней не было ни сундуков, ни золота, а только стоял на возвышении царский трон, украшенный драгоценными камнями. На троне лежала золотая шкатулка, а в ней серебряное кольцо, сверкавшее огромным изумрудом. Портной взял кольцо и надел его на палец. Желая получше рассмотреть изумруд, он потрогал его рукой и вдруг раздался страшный грохот. Перепуганный насмерть Маруф чуть не лишился чувств. Зажмурившись от страха, он стоял, не решаясь открыть глаза и думал, как бы ему взглянуть, что же делается кругом. Наконец, набравшись смелости, он чуть-чуть приоткрыл глаза и обомлел от ужаса. Перед ним стоял страшный див из полинского роста с двумя хрустальными рогами на лбу. О, господин, что прикажешь? Опрокинуть горы в море или потопить города? А ты кто такой? О, хозяин, меня зовут Радикасифом. Я царь дивов живущих в Кивских горах. У меня есть могучее войско, в котором семьсот тысяч воинов. Кто носит на пальце кольцо с измрудом, тому я верный слуга. Если мой повелитель захочет, я могу перенести и бросить в море целую гору. Стоит только ему пожелать, и я в один миг могу воздвигнуть в степи прекрасный город. И великан согнулся в глубоком поклоне перед Маруфом. Поняв, в чем дело, портной приказал диву. Приготовь немедленно девять тысяч самых лучших коней, девять тысяч самых лучших верблюдов. Вынеси из этих комнат и погрузи на них все сундуки с золотом и драгоценными камнями, а среди поля поставь роскошный царский шатер. Снаряди десять тысяч воинов, надень на них лучшие одежды, каких ни у кого нет во всем мире. Кольчуги, латы, шлемы, дай в руки им луки и стрелы, и копья, и кованые мечи с золотой отделкой. Радикасив приложил руки к груди и поклонился. Слушаюсь и повинуюсь мой господин. И див тут же исчез. Вышел Маруф наверх по мраморной лестнице, смотрит, а Радикасив уже все приготовил и стоит, ожидая своего повелителя. Портной сразу же облачился в дорогие одежды, взошел по ступенькам на трон, сооруженный великаном, и сел в богатое кресло, сверкавшее золотом и драгоценными камнями. Вокруг него с оружием в руках стояли грозные дивы, принявшие облик знатных людей из царской свиты. Теперь, ребята, послушайте про крестьянина. Возвращаясь из дома с крынкой кислого молока и черствыми лепешками, крестьянин издали увидел шатры, раскинутые на его поле, тысячи коней, огромный караван верблюдов с грузом поклажей, и до того растерялся и удивился, что чуть не лишился рассудка. Увидел его Маруф и приказал привезти к нему. Приняв портного за царя, Дихканин поклонился ему в ноги и попросил извинения, что пришел с таким бедным угощением. Маруф встал с трона, обнял крестьянина и сказал, «Уважаемый отец, ваши черствые лепешки и кислое молоко, что вы принесли, дороже самых драгоценных даров. Лучше ваш черствый хлеб, чем все сокровища мира. Просите у меня, что пожелаете». «О, государь, эту землю, что я пашу, я взял в аренду у одного бая, хозяин меня унижает, оскорбляет, замучил всякими обидами и притеснениями. Из моего урожая он забирает себе девять частей, а мне остается только одна часть. Круглый год я работаю с семьей, но мы еле-еле сводим концы с концами, сделай так, чтобы я и мои дети могли жить без нужды и горя». Маруф сразу же коснулся изумруда и в тот же миг перед ним предстал радикасив. Он низко поклонился, поцеловал землю и заявил «Слушаюсь и повинуюсь мой господин, что прикажете?» «Приведи ко мне хозяина этой земли». Див мгновенно исполнил приказ. Вай подумал, что перед ним сидит на троне сам царь и упал на колени. Увидев его, Маруф сурово сказал «Эй, ты, подлец! Ты что же это мучаешь, крестьян, а?» Растерялся Бай, затрясся и не мог сказать ни слова от ужаса. Не добившись ответа, портной приказал Диву наказать Бая, а крестьянину выдать грамоту на землю за всеми подписями и печатями, а затем сказал «Уважаемый отец, теперь у вас своя собственная земля, это ваше достояние. Отныне никто не сможет причинить вам зло. Я дам вам еще десять сундуков с золотом, но не делайте так, как этот проклятый Бай. Не притесняйте других крестьян, раздайте золото беднякам, поделитесь с ними и сами живите привольной жизнью. Трудитесь и расходуйте на семью свою, сколько вам нужно». А теперь давайте послушаем, что творится у хатанского падишаха. Узнав, что Маруф исчез, правитель хатана послал вслед за ним своих людей и приказал во что бы то ни стало и где бы то ни было разыскать беглеца, связать его и привезти в город. Я подвергну этого негодяя такой мучительной казни, чтобы этот случай послужил примером для других, и впредь никто не осмеливался обманывать меня. Люди хатанского шаха пустили вскач своих коней и по следам портного вскоре разыскали его. Увидев множество воинов, роскошный царский шатер, они удивились, ибо в жизни своей никогда не видали такого богатого шатра, сверкавшего золотом и драгоценными камнями. Спрыгнув с коней и попросив разрешения, подданные падишаха вошли внутрь. Приняв Маруфа за царя, они отвесили ему земной поклон. Добро пожаловать, гонцы великого правителя Хатана! Чем могу я вам помочь? О, славный государь, тесть вашего величества, выехал в дорогу и послал нас вперед, чтобы встретить вас с почетом. Подданные низко поклонились, а Маруф подозвал к себе казначея и сказал, дайте каждому из них по тысяче золотых монет. Гонцы поблагодарили портного, сели на коней и помчались назад, сообщить обо всем своему шаху. Маруф тоже стал собираться в путь. Он приказал нарядиться всем в дорогие одежды, сесть на красивых коней и погрузить на верблюдов свои несметные богатства – жемчуг и золото, сапфиры, алмазы, рубины и топазы. Когда все было готово, он торжественно выехал в город Хатан. Между тем, гонцы быстро прискакали к падишаху и рассказали обо всем, что видели. Они так расписывали богатство и славу Маруфа, что правитель разинул рот от удивления. На другой день караван портного подошел к стенам Хатана. Красивые, нарядно одетые юноши и девушки ехали верхом на породистых скакунах. За ними двигались могучие богатыри. Потом тянулся бесконечный караван верблюдов, нагруженных золотом и драгоценными камнями. Впереди всех, горцуя на чистокровном скакуне, выделяясь среди всех дорогой одеждой, ехал Маруф во всем своем великолепии, сопровождаемый бесчисленным множеством воинов- телохранителей. Маруф послал своих глашатаев, чтобы они созвали в городе всех бедняков, сирот и вдов и приказал раздать им свои богатства. Он одарил и порадовал многих людей, помог многим семьям, с тех пор добродушный и щедрый портной и принцесса Джоханора жили стать в мире и согласии. Своим мудрым и справедливым правлением заслужили они уважение всего народа. Сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Вы, конечно, поняли, ребята, что жадность и зависть очень плохие советчики. Удача на стороне смелых, добрых и трудолюбивых людей. Если у вас есть чем поделиться, поделитесь, и тогда в трудную минуту к вам тоже непременно придут на помощь добрые люди. Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования. дошкольного обслуживания и министерством